Сегодня будет немного необычный обзор, казалось бы, обычных часов, но с одной очень важной функцией. Всем привет, это Дроидер, с вами Валерий Истишев. Сами часы называются SwatchPay, их только что представили официально в России. И будем разбираться, что же в них такого особенного. Погнали! Что касается комплекта. Если вы когда-то покупали часы Swatch, тут все как обычно. Сами часы имеют классический дизайн, я себе выбрал прозрачные с розовыми стрелками, но также есть и другие цвета. Практически на любой вкус. Кроме того, ремешки можно комбинировать разные, чуть ли не бесконечно. Что же такого интересного в этих часах и почему они появились на Дроидере? Все дело в том, что с помощью них можно платить. И это понятно из названия. Из банков поддерживаются Тинькофф, ВТБ, МКБ, Россельхозбанк. Чуть позже открытие. А до конца года обещают еще 15 банков минимум. Ну что, друзья, пришло время испытать платеж. И лучший тест это на шаурме. В Москве ведь даже за шаурму можно оплатить бесконтактным образом. Здравствуйте. Будьте добры, шаурму с курицей в сырном лаваше. Хорошо. 150 капли. Бесконтактным путевым. Успешно. В общем, если у вас есть на руках эти часы и нет в кармане денег или телефона с собой, вы не улетите с головы. Теперь надо ждать. Спасибо большое. До аппетита. Спасибо. Пахнет отлично. По первым ощущениям все супер просто. Но лично у меня возник вопрос, как работают платежи в этих часах. Спойлер. Там внутри нет ни блютуса, ни Wi-Fi и они вообще никак не соединяются со смартфоном. Я решил разобраться. Что касается самого функционала часов, это стандартный швейцарский кварцевый механизм. Влага, пылезащита имеется, работают от батареи. Притом батарейку можно менять бесплатно в магазинах свочек. Что приятно. Получаются часы как бы вечные. Теперь попробуем понять, как же работают сами платежи и как осуществляется привязка карты. Кроме того, разберемся, какой NFC-модуль стоит внутри. Если кто вдруг не знает, чуть-чуть коснусь самой технологии Near Field Communications. Это передача информации на короткие расстояния. У большинства смартфонов сегодня внутри стоит NFC-модуль, который используется как для бесконтактной оплаты, так и для сопряжения с аксессуарами и для некоторых других фич. Это активный NFC. Он питается от батареи смартфона и работает на расстоянии до 10 см. Но в часах с WatchPay NFC стоит другого типа. Это и хорошо, и плохо. Основной принцип одинаковый для всех типов. Для передачи информации используется электромагнитная индукция. Но питания для NFC-передачи достаточно только с одной стороны. Вспомните те же NFC-метки, пропуска на работу, карту тройку или сами карты беспроводной оплаты. То есть ваши кредитки или дебетовые карты. Внутри нет никакой батареи. Это главное. В часах с WatchPay тоже стоит пассивный NFC, и он вообще не требует никакого электричества. Даже если у вас сядет батарейка, оплата будет продолжать работать. И это скорее хорошо. По сути, внутри как бы встроена карта с беспроводной оплатой, но более безопасная. Чуть позже объясню почему. Ну а минус. Данное NFC работает на существенно меньшем расстоянии. Часы нужно буквально прикладывать к считывателю. И кроме того, вы не можете что-то записать на этот NFC с вашего смартфона. Сразу возникает резонный вопрос. Как же тогда привязывается карта? В случае со WatchPay это делается в фирменных магазинах Swatch, которые есть как в Москве, так и во многих других городах России. Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Сочи и Владивостоке. Сопряжение выглядит так. Вы ставите приложение SwatchPay на iPhone или Android смартфон, добавляете туда вашу карту MasterCard, Затем кладете часы на специальное устройство SwatchPaybox, а потом по QR-коду соединяете ваш смартфон со SwatchPaybox и на ваши часы прописывается токен карты. При том, что касается безопасности, токен это не номер вашей карты. Его вообще никто никак не может узнать, не перехватить, не считать. Кроме того, с помощью приложения вы всегда можете отключить этот токен, то есть деактивировать. Буквально за секунду. Это исключает еще один страх бесконтактных платежей, что кто-то вдруг спишет деньги у вас часов без вашего ведома, например, в транспорте. Во-первых, сами представители MasterCard говорят, что это невозможно по двум причинам. Первое, считыватель нужно максимально близко приложить к часам, что само по себе сложно. Второе, таких портативных считывателей, которые потом нельзя было бы отследить, просто нет. Ну и кроме того, не забываем общее правило, платежи свыше 1000 рублей нужно подтверждать пин-кодом. Или опять же, если вспомнить приложение, вы всегда в один клик можете отключить карту, чтобы как-то себя максимально обезопасить, а потом обратно включить, когда нужно что-то оплатить. В общем, с привязкой разобрались, с оплатой тоже, теперь о моих ощущениях. Я всего несколько дней хожу с этими часами и хочу вам сказать следующее. Да, они ничего умного по сути не делают, они просто показывают время и тикают достаточно громко. Но вот эта функция оплаты, она таким, можно сказать, является геймченджером, потому что это не просто часы, это еще и ваш мобильный кошелек. Основной бонус этих часов лично для меня следующий. Их вообще не нужно никогда заряжать, вы надели их на руку и можете не снимать хоть два года. Можете принимать с ними душ, можете с ними спать, они достаточно удобно сидят на руке и смотрятся неплохо, во всяком случае на мой вкус. Понятно, что вы не будете получать на них уведомления или управлять плеером, и, к сожалению, они не будут считать ваши шаги, но все это делает ваш смартфон. Даже когда он находится в кармане, в фоновом режиме, он также считает шаги и, как бы, такой большой необходимости именно в отдельном трекере сегодня, по сути, нет. Но я надеюсь, что в дальнейшем компания Swatch также будет внедрять свои часы и трекеры активности, которые смогут передавать данные в смартфону, и при этом часы будут оставаться красивыми, стильными и будут жить долго. Это прям мечта. Мы подошли к финалу. Цена часов SwatchPay составляет 5300 рублей. Это официальный российский ценник, можете прямо сейчас пойти их и купить. По-моему, неплохая цена. Я надеюсь, что компания также будет встраивать функцию оплаты и в другие модели, потому что, в принципе, для этого нет никаких преград. Ну, а вы пишите в комментариях, что вы думаете о часах с функцией оплаты, и вообще, стоит ли функцию оплаты встраивать также и в другие элементы одежды. Например, в кепку, в куртку, в брелок, в браслет. В общем, дополните список сами. Это Дроидер, с вами был Валерий Истишев и часы SwatchPay. До встречи в будущем. Еще с этими часами я заметил такой эффект цифровой детоксикации. Я уже настолько привык, что у меня на часы постоянно приходят уведомления, а их за день приходит много, я периодически даже их отключаю. Здесь вообще только тик-так, тик-так. Медитация такая. Медитация Медитация